«Прежнее российское руководство исходило из того, что Советский Союз прекратил свое существование». Это цитата. Как вам нравится эта цитата? Она впервые прозвучала в этом тексте. То есть речь не идет ни о том, что Советский Союз прекратил свое существование. То есть понимаете, да? Не о том, что он распался, значит, геополитическая катастрофа. Ну, катастрофа само собой. Но катастрофа заключается не в том, что Советский Союз прекратил свое существование, а в том, что так почему-то думает не Путин, а прежнее российское руководство. Понимаете, да? То есть оказывается, реальность не такая, как нам рассказывают 30 лет. Нам 30 лет рассказывают о крахе Советского Союза, что его нет. И тут президент изящно, одним только посылом, говорит, подождите, товарищи мировое сообщество, а кто вам сказал, что Советский Союз развалился? Прекратил свое существование, цитирую. Это вам сказало прежнее российское руководство, которое почему-то, исходя из этого, исходило. А с какой стати? А судебная процедура скажет такого? Нет. То есть судебная процедура не восстановит Советский Союз, если по сути. Судебная процедура объяснит, что Советский Союз не распадался. То есть его не надо восстанавливать. Надо восстанавливать ее управляемость. Понимаете разницу, да? То есть из Советского Союза вышла незаконная Украина. Надо восстановить контроль за территорией Украины путем отмены незаконных решений, связанных с управляемостью территории Украины внутри Советского Союза. Например. Но не надо принимать решение о восстановлении самого Советского Союза, потому что он есть. А то, что предыдущее, то есть Ельцин, российское руководство исходило из того, что его нет, ошибалось. Реальность не такова, он не распадался, он есть. ВОН России является Советским Союзом, ядерное оружие Советского Союза в России, международное право на нашей стороне. Так что, ребята, ну понятно, что надо сделать внутренние решения, источник власти должен подправиться. Кстати, по линии Советского Союза источник власти подправился. Мы это обсуждали. Референдум 2020 года как раз-таки содержательно отменил решение референдума 1991 года о передаче власти от Советского Союза республикам Советского Союза. Но теперь осталось это довести до сведения всего мира. Фактически, да? Аккуратно, мягко, вовремя, не раньше, чем созреет ситуация в России. Потому что мы прекрасно понимаем, что мы-то сейчас обсуждаем как бы международную часть, а за этим-то связано внутренне то, что называется суверенитет, то, что называется правящий класс. И, соответственно, если мы в одном вещи забежим вперед, в данном случае территориальной целостности, то отсутствие суверенитета полностью подорвет всю нашу как бы достижение в области территориальной целостности. То есть мы территорию-то восстановим, а враг-то сидит в Москве. И в этом случае он просто все наши успехи поломает, понимаете? И за счет своего внутреннего верховенства. То есть за счет того, что будет действовать второй и третий референдум источника власти 1993-го годов, когда он, если в первом референдуме 1991-го года источник власти передал власть от СССР республикам, то во втором референдуме и третьем он передал власть Соединенным Штатам Америки, приняв внешнеуправляемую оккупационную конституцию. Внешнеуправляемая это политическая вертикаль власти, 15-я статья и многие другие. А колониальная это независимость Центрального банка, независимость частной собственности от государства, в том числе недр, средств массовой информации и так далее, что обеспечивает собственно колониальную эксплуатацию Российской Федерации. Низкие зарплаты России за счет низких зарплат России, высокие зарплаты за рубежом. Кстати, Путин об этом тоже говорил, когда критиковал доллар в своей речи. Редактор субтитров А.Семкин